Всем привет! Меня зовут Михаил Гензелев и вы смотрите «Точку принятия» — формат, в котором мы поднимаем важные для общества вопросы и выслушиваем два диаметрально противоположных мнения от экспертов, чтобы в конце сформировать свою собственную позицию. 25 января 1947 года была подана заявка на патент ракетного симулятора, интерфейсом которого выступало аналоговое устройство на базе электронно-лучевой трубки. Так появилась первая зарегистрированная видеоигра. С 1947 года индустрия видеоигр прошла большой путь развития, появился новый культурный пласт, который оказалось невозможно игнорировать. Проводятся командные соревнования, победители которых получают миллионы долларов. Люди не просто воспринимают это как хобби, а посвящают этому свою жизнь. Хорошо это или плохо? Разобраться в такой непростой теме нам помогут наши эксперты. Давайте поприветствуем их в студии. Премьер Большого театра России, лауреат премии президента Российской Федерации Денис Роткин. Здравствуйте. А также радио-телеведущая, продюсер Елена Батинова. Добрый день. Ну и помимо экспертов у нас в студии всегда находится специальный гость, человек без четко сформированного мнения по обсуждаемой теме. Именно он в конце вынесет вердикт, какая из сторон была сегодня более убедительной. И сегодня это режиссер Артем Терехин. Здравствуйте. Ну что же, мы начинаем. Интерес некоторых людей к компьютерным играм оказался не просто сильным, а болезненным. И это не игра слов. Дело в том, что 1 января 2022 года Всемирная организация здравоохранения признала игровую зависимость болезнью. Так Кодзима это гений или преступник? Давайте начнем первый раунд и начнет его Денис. Прошу вас. Ну, мне бы хотелось вкратце объяснить свою позицию, почему же я за компьютерные игры. Ну, во-первых, сейчас прогресс технических игр дошел настолько, что вот порой играешь в игры на компьютере и понимаешь, что иногда ты путаешь. Это фильм сделали или действительно компьютерная игра? Да. Я еще начал, наверное, не то что играть в игры, а просто ими интересоваться, наверное, когда мне было лет 7, и тогда было Дэнди. Потом я смотрел, как эволюционирует компьютерная игра, и мне было настолько интересно. И в какой-то момент я забыл вообще о компьютере, о компьютерных играх. И через какое-то время я о них вспомнил снова, и технический прогресс был просто налицо. И, конечно же, что хочется сказать о современных компьютерных играх. Это вот первое. Это действительно вот сейчас я, скажем так, интересовался одной игрой, которая называется Call of Duty Vanguard. И действительно это пополнение багажа знаний, потому что это игра про Вторую мировую войну. И какие-то вещи я, в принципе, не знал, то, чего я учил в учебниках по истории. Допустим, я когда играл в эту игру, я думал, что это все выдумка. Но потом я, открыв книгу и поинтересовавшись героями, я понял, что просто этого в школе не научили. Не то что не научили, а нам не дали знания. Это действительно были важные какие-то. И битва под Сталинградом, и когда было наступление, значит, уже на Германию. Какие-то вот такие важные моменты, которые повлияли на ход войны, они раскрылись для меня в этой игре. Хотя, надо сказать, что историю я в школе учил очень хорошо. И даже занимал на московских олимпиадах какие-то места, потому что я очень увлекался историей. Но даже вот моего багажа знаний мне не хватило, чтобы полностью понять, что же вообще произошло, когда были эти военные действия Второй мировой войны. Интеллектуальное развитие. Опять же, приведу примеры. Игра Uncharted. Потрясающая графика, такое чувство, что ты действительно приключенческая игра, но при этом там еще и нужно разгадывать загадки. И, честно скажу, что для меня это немножко я так в ступор входил, потому что нужно было действительно подумать, проявить смекалку для того, чтобы разгадать ту или иную и пройти уровень дальше. Ну, во-первых, потому что эта игра еще очень красива. Во-вторых, она действительно не просто вот ты бегаешь тупо, да, а ты еще как-то там включаешь мозговую свою деятельность. Так как у меня достаточно такая профессия нервная, все-таки выходить на сцену не только Большого театра, а вообще на любую. Даже вот сюда выходишь, волнуешься. Не так, конечно, как на сцену Большого театра, но все равно волнуешься. И, конечно, снятие стресса, потому что порой компьютерные игры помогают отключиться от происходящего вообще, какие-то проблемы, которые на тебя наваливаются. Ты уходишь в этот виртуальный мир и действительно немного отключаешься вот от этих проблем. Вот так я вкратце объяснил свою позицию. Елена, ну сейчас эту позицию надо оспорить. Я для себя услышал главное, что компьютерные игры — это просто другой способ доставки информации. И при помощи игрового интерфейса, быть может, даже что-то усваивается неожиданным образом лучше, чем при том же самом чтении. Нет, я попытаюсь доказать и зрителям, и вам. Во-первых, ученые из Хосио, это в Японии маленький город, но там есть ученые, которые доказали, что когда человек играет в компьютерные игры, работает только лобная часть головного мозга. Лобная часть мозга отвечает только за визуализацию, то есть за то, что мы смотрим. И если только за визуализацию, зачем в компьютерные игры играть настолько, что это становится твоей болезнью, становится зависимостью? Ведь есть у нас кино, ведь есть у нас, окей, ладно, видеоклипы из какого-нибудь российского чата. Это тоже все-таки художники старались, там, не знаю, звукорежиссеры и другие люди. Например, посмотреть балет, как вариант, или найти другие вещи, которые можно посмотреть и насладиться цветом, игрой актеров и так далее. Потому что я думаю, я думаю, даже я почти уверена, что все-таки компьютерные игры очень примитивные. Примитивные там, о, ты не понимаешь, там такая классная графика. Чем она графика от Кимки Дук отличается? Второе, это серьезная вещь, что это зависимость. Это серьезная проблема. Человек болен, он настолько начинает зависеть от компьютерных игр, что есть люди, которые не едят, которые испытывают постоянный стресс. Не дай бог, если это люди, которые стреляют. Ну, то есть они постоянно в агрессивном состоянии. Представляете, если ты живешь, если ты, я хочу закончить эту игру, и ты постоянно, ты уже маньяк. И есть исследования, что это доводит до депрессии людей, это доводит до серьезных. И то есть рехабов таких там, клиник, которые и лечат игровую зависимость, их нет. Потому что у нас это не серьезная проблема. Друзья, это серьезная проблема. И я вот об этом с этой трибуны говорю. Вот Денис сказал о том, что для него это, во-первых, способ снять стресс, просто расслабиться. И вот в том числе, как выделенным жирным плюсом, то, что это, опять-таки, возможность узнать что-то новое. Вот как с этим поспорить? И Денис тот же, вы же так же, я просто цитирую вас. Вы сказали, и потом я открыл книгу. Так зачем тебе была эта игра, если ты открыл книгу? Прочитай в этой книге. Много исследований есть по Великой Отечественной войне. И того, что там они же такого офицера нарисовали, ничего не поменяется. Грузинского, да? Он же должен немец быть. На самом деле, я даже не знаю, получит у нас спор, потому что я согласен, что компьютерные игры – это не замена книгам. Это не замена. Понимаете, сейчас такой мир, он настолько интеллектуально развитый во всех направлениях. И сколько, да тех же книг, сколько много печатается. Я сейчас зашел в тот же дом книги, и я, значит, мое любимое произведение «Мастер и Маргарита», сколько только я не увидел экземпляров красивых, как это все сделано, как эти переплеты. Это приятнее, конечно, читать. Я никогда не возьму электронную книгу и не буду читать, потому что мне вот запах страницы вот этой книги – это самое вообще. Я согласен с вами, да. И что касается зависимости, опять же, должен согласиться. Тут важна мера. Мы когда, допустим, для того, чтобы поправить свое здоровье, мы пьем витамины. Но если мы будем перебирать этими витаминами, то мы как бы здоровье свое ухудшим. Потому что везде должна быть мера. Человек должен все-таки, когда он играет в те же компьютерные игры, все же он должен контролировать себя. Потому что это действительно… Да, конечно, конечно. Просто смотрите, вот зависимость, на самом деле, и тоже об этом очень мало говорят, говорят только те люди, которые прошли через рехаб, через зависимости. Например, зависимость от алкоголя. Говорят, пей в меру, сказал Неру, или еще какие-нибудь там присказки. Мы же все один бокал ВОЗ считает один бокал вина. Ни фига подобного. Ничего ВОЗ не считает. Это алкоголь вреден. Если ты можешь переступить эту черту и стать более зависимым, тебе просто нельзя алкоголь вообще. Тебе нельзя курить, если ты не можешь в меру. В меру – это такое вот понятие абстрактное. Сыграй в меру, чтобы расслабиться. Ничего подобного. Чтобы расслабиться второй день, третий день, пятый день. Я знаю, я так сериалы смотрела. Один турецкий, ужасный, отвратительный. А как называется? Не помню, там красивый герой был. Двести серий там. Ну, какой-то двести серий. Мой дом тоже не обошла, это напасть. Да, просто вот настолько тупой. И я сижу и думаю, Лена, что ты делаешь? А мне надо, мне надо уже двадцать. Двести первая серия. Эх, сегодня ее не будет, завтра будет. И я понимаю, что, по-моему, я захожу очень глубоко в этот сериал. Слушайте, а почему? А чтобы расслабиться? А чтобы расслабиться? Я расслабилась, и он тупой, я смотрю. Но этот тупой, я понимаю, что, Лена, твой 865 плюс IQ, и этот сериал. Но я понимаю, что это катастрофа. Нужно сейчас же остановиться. Слава богу, у меня закончились деньги. Ну, на самом деле, я вам скажу, что турецкий кинематограф, турецкие сериалы зашли далеко, потому что, во-первых, очень красиво снимают, и там очень красивые актеры. Да, актер хорошенький. Но это тоже зависит от того, что это борода у него такая. Да, это тоже получается зависит от того, что мы сейчас развиваем именно компьютерные игры. Я хотел тоже к этому перейти, и обязательно перейду в своем раунде, потому что почему что-то нельзя, а компьютерные игры можно, или наоборот, почему можно компьютерные игры, а вот что-то другое нельзя. Но давайте сейчас вернемся к вашим тезисам. Есть у вас ведь тезис, почему компьютерные игры – это плохо, кроме зависимости? Потому что с этим тезисом, когда мы говорим о том, что человек чем-то одержим, я думаю, что все согласятся, и Денис в том числе. Ну как, ну зависимость? Зависимость – это тоже понятие, двоеточие. Зависимость – это ухудшение самочувствия, это агрессивность, это невроз. У нас и так невротики полстраны, больше, чем пол. То есть мы выходим утром, если на кого-то нагавкали в лифте, то все, день удался. Второе, третье, все это, и четвертое, самая еще интересная вещь, о которой тоже не говорят, это материальная история. На самом деле у меня есть товарищ, он, правда, в Германии живет, он играл в компьютерные игры тоже, чтобы расслабиться. И постепенно он стал, мне нужно прокачать этого героя, мне еще нужно там пять героев купить. Его жена звонит мне и говорит, она немкая, но она мне говорит, Леночка, это невозможно, потому что наш бюджет полностью Саша проигрывает. То есть бюджет Сашин идет на этих монстров, которые он покупает для того, чтобы выиграть эту войнушку. Знаю, что есть и в приложениях, включая встроенные покупки, и знаю, что надо как-то прокачивать свой персонаж. Причем, простите, пожалуйста, ведь это начинается в детстве. Я помню, мой маленький ребенок, моя девочка, играла в детские игры, и которая мне говорила каждый раз, мама, я сегодня получила пятерку, ведь, значит, я могу купить 65-го смешарика, или кого-то там она покупала, какого-то шарика. Мама платила. И я понимаю, что если бы ей дальше я позволяла, она бы уже покупала каких-нибудь, ну, я думаю, у нее хороший вкус, она бы покупала других героев, наверное. Ну, то есть прямой финансовый урон семейному бюджету, личному бюджету. Да, абсолютно. Но не только компьютерные игры могут нанести финансовый урон. Это, знаете, вот взять, допустим, опять же, проалкогольную зависимость, да. Ну, и вот я себе, честно говоря, не представляю вот хорошее мясо без хорошего бокала вина. Одного бокала вина. Не бутылку сразу выпьем. Ну, только вот такого, да? Да, 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 мы знаем эти места. Это то же самое, понимаете, вот вино вроде хорошее, надо еще, нет, как-то я не знаю, надо все это дозировано. Я единственное, с чем согласен, что зависимости не должно быть никакой. Это уже хобби. Я и компьютерные игры отношу как хобби. Но они должны быть в нашей жизни, потому что это интересно. Это, я говорю, это развитие вообще идет технологии. Я не представляю, как вообще рисуют игры эти, делают. Это как мультики в суперкачестве. Для меня это просто что-то... Я не понимаю, как это все делается, и меня это восхищает. Ну что же, мы услышали обе позиции. Таким образом, можем завершить первый раунд и услышать нашего специального гостя, Артем. По итогам этого обсуждения, спором не назвать, чья позиция вам была ближе, чьи аргументы? Ну, я попробую тезисно тоже разобрать то, что говорили. Мне очень близко то, что говорит Денис по поводу того, что это попытка снять напряжение. И также близко, что игра может оказаться импульсом к чему-то, к познаванию для того, чтобы открыть книгу. Просто мы сегодня действительно живем в таком информационном поле. Оно очень большое. И как раз-таки вот это количество выбора, оно, казалось бы, мы должны были бы наоборот, как-то этот выбор фокусировать и впитывать. Но из-за того, что информации очень много, очень сложно выбрать какую-то нужную и за что зацепиться. И игра, мне кажется, в этом смысле может быть импульсом, особенно для молодых людей. То есть она может как-то заинтересовать. У меня знакомый начал разбираться в военной технике благодаря игре, которую часто рекламируют. Не знаю, стоит ли ее сейчас называть или нет. С другой стороны, я понимаю, о чем говорит Елена, что это есть вероятность как-то попасть в зависимость. Но, честно говоря, я бы не смешивал, например, алкогольную зависимость и игровую, потому что все-таки алкогольная – это химическая зависимость. А игровая, так же, как и турецкий сериал, у меня тоже жена смотрит, поэтому я немножко знаю, о чем идет речь. Мне кажется, что это другого рода зависимость. И все-таки здесь стоит, в первую очередь, смотреть индивидуально. То есть мне кажется, что это во многом зависит от человека. То есть если он склонен, а не будет у него игр, он придумает что-то другое. И, честно говоря, я не вижу ничего плохого в том, чтобы иногда разгружать мозг. Ну и последнее, наверное, тоже из своего опыта скажу. У меня сын в пятом классе. И когда у него начались проблемы с математикой, я показал ему игру, которая называется «Факторию». Она построена таким образом, что тебе нужно построить фабрику, которая будет работать без тебя. То есть сделать таким образом, просчитать все ходы. И после того, как мы с ним поиграли в эту игру, у него решились проблемы с математикой. Он как будто бы понял суть, как она работает, через что, через игровую форму. И после этого у него эта проблема исчезла. То есть сейчас он подтянулся по математике через игру. Ну, понятно, что это пример такой индивидуальный, да. Есть и другие примеры. Но это просто основываясь на личном примере. Поэтому в данном случае мне сейчас ближе позиция Дениса. Спасибо большое. Но все может измениться после второго и после третьего раунда. А второй раунд мы начнем прямо сейчас. Видеоигры. Вымещение негативных эмоций без последствий для здоровья. Или же наоборот. Их пробуждение. Мы продолжаем разбираться. Елена, вам слово. Ваш следующий аргумент. Ну, я серьезно стою на том, что это зависимость. И нельзя разделять зависимости. То есть тут я чуть-чуть поиграю там и все. Ну, то есть это серьезно. Это правда болезнь. И я надеюсь, что нас смотрят профессионалы, люди, которые занимаются изучением зависимости. Они есть у всех зависимости. То есть там... И все мои частично невротики. Я сегодня, например, весь стол протерла, да? Потому что очень волновалась перед нашей дискуссией. То есть они есть зависимости. Но есть такой же большой риск перейти эту черту. То есть этот бокал вина, перейти, бутылка вторая, третья, пятая. А вторая, еще одна вещь. Это то, о которой тоже очень мало говорят. Это изоляция социальная. И это серьезно. Два было исследования. Одно исследование, что современные... Вот вы как нажимаете на звонок, когда заходите кому-то, звоните в дверь? Ну, каким-то из пальцев. Каким? Мы нажимаем указательным пальцем. Большинство современных детей нажимают большим пальцем на звонок. Потому что этот большой палец стал у них очень активным из-за того, что есть планшеты, есть смартфоны и так далее. То есть вы можете себе просто представить в масштабах планеты? Но это некая эволюция происходит. Абсолютно, да. И вторая вещь, что появилось очень много людей, интровертов. Это люди, которым не нужно общество. Ну, то есть они были, но, конечно, они у нас были. И психологи говорят, да, вот есть люди-интроверты, есть экстраверты. Я точно экстраверт, мне обязательно нужно общение, мне нужны люди, я у них быстренько высосу энергию, шучу я. Но очень много в связи с таким большим количеством игр, ведь это же индустрия, ведь столько много игр, и они действительно огромные, колоссальные деньги, умы делают эти компьютерные игры. Люди стали интровертами, потому что им не нужно социальный контакт. У них есть свое, у них вот этот мой маленький мир, я буду в нем, мне в нем комфортно, то есть ничего не нужно в себе воспитывать. А я вот научусь и подойду вот так вот, и этой девочке скажу вот это. Это не нужно, потому что, в принципе, ты можешь там где-то в чате, ну, это уже второе от компьютерных игр, общение в интернете, где-то в чате ты можешь познакомиться с девочкой и так далее, и получается семья, как у меня есть одна знакомая семья, где жена пишет мужу, она на кухне, а он в комнате играет в компьютерную игру, она ему пишет, иди есть, ужин готов. Нормально. Вариант, вариант. Он же там, он же там быстрее это видит. Понимаете? То есть нет общения, не нужно оно. Ну, Денис, вот является ли увлечение компьютерными играми действительно усилением вот этого отказа от социализации, от общения с живыми людьми? Детей надо контролировать не только, вот чтобы они дозированно играли, там, в телефонах сидели, в компьютерные игры. Я просто помню, в моем детстве уже начали появляться различные приставки, и компьютер у меня был, но меня всегда родители очень четко контролировали, потому что, ну, это обязанность родителей просто. До 18 лет хотя бы ребенка, да, сейчас уже раньше, сейчас уже все это развитие идет гораздо быстрее. Они должны контролировать ребенка, чтобы у него не было вот этой зависимости, тоже воспитывать в нем того, что должна быть во всем дозировка всего. И поэтому как-то вот так говорить, что там дети вот сейчас настолько зависимы, это, мне кажется, в первую очередь вина не компьютерных игр, а родителей, потому что родители должны следить за своим ребенком. Безусловно. Даже я помню свое детство, у нас не было компьютеров, у нас вообще ничего не было, деревянные игрушки. Но я помню, я помню прекрасно свое детское состояние, когда ты не закончил игру, и родители тебе говорят, все, Лена, стоп. Это же прям вот же... Это такое некое воспитание силы воли в ребенке уже идет. Потому что сейчас вообще тенденция свалить все либо на компьютерные игры, если там, допустим, есть какая-то зависимость, а если ребенок плохо учится, свалить на учителей. Денис, ну это же правда. Смотрите, мама, окей, мама занята, мама там работает, у нее еще какая-нибудь удаленка. На тебе, сынок, или там, на тебе, дочка, поиграй. На мультик посмотри. И все, и постепенно. Это плохая мама. Это здорово. Но это правда, это разгружает маму. Она счастливая, все в доме счастливы. Вообще для матери... Ну, давайте, это обычная, среднестатистическая, мама и папа тоже. Да, да, нам поиграют. Ну, стараемся мы это делать меньше, но все это делают так или иначе. У меня племянник есть, и он иногда пропадает. Но я его говорю, давай это самое. Вот сейчас ты поиграл, а вот сейчас ты не поиграешь, а вот почитаешь книжечку. А вот сейчас ты не книжечку, а там поможешь пойти, там, бабушке убраться на кухне. Не должно быть такое, так, у меня, значит, встреча, на, играй. Мне, значит, надо там с кем-то что-то попереговорить, на, тоже поиграю. Вот этого не должно быть. Это родители должны быть. Ну, понятное дело, что это становится некой очень твердой валютой в отношении родителей и детей. Неким капиталом, который они должны заслужить вот это игровое время, неким... Ну, да, и потом откуда? И вопрос, я не знаю, что делать с моим Петей, и он у меня, у него игровая зависимость. Конечно, потому что Петя к этому шел каждый день. И потом, конечно, мы можем говорить, ой, я там плохой родитель и так далее. Просто нужно понимать, что это есть, и что есть опасность. Ну, это мы вроде бы понимаем. Вы поняли? Ну, наконец-то. Ну, а как мы, законодательно же мы это уже не запретим, игры? Что же делать? А вот законодательно тоже можно запретить. Я вам расскажу, в Европейском Союзе есть такой закон, и я его испытала на себе, потому что мы жили в Европейском Союзе 6 лет. Ребенок до 16 лет, до 16 лет, подумайте, не может оставаться дома один. Он не может быть без взрослых дома. И это... и придут страшные полицейские и накажут тебя, а то и заберут у тебя этого ребенка. Ювеналы. Ювеналы, да. Заберут его, например, на полгода, чтобы ты, наконец-то, плохой родитель, понял. И то же самое... Плохой родитель один, и плохой родитель два. То же самое может быть и с компьютерными играми. До 16 лет, там, не знаю, какие-нибудь... Ну, мне кажется, в нашей стране можно придумать. Мне кажется, у нас такие вещи придумывают. И, ну, с компьютерными играми, мне кажется, очень быстро порешается все. Мне не терпится уже начать третий раунд и с вами поговорить, позадавать вам вопросы, потому что у меня есть тоже аргументы и за, и против. Ну, давайте по результатам второго раунда спросим Артема, кто ты сейчас был? Ярче, ближе, аргументированнее для вас. Ну, я, честно говоря, во втором раунде как такового спора не увидел, потому что, в принципе, это была дискуссия на тему того, стоит ли родителям ужесточать контроль над детьми. Ну, конечно, стоит однозначно. Но, с другой стороны, мы все пережили опыт локдауна, когда мы оказались дома. Я за собой, например, заметил, что после этого у меня начался точно такой же синдром дефицита внимания, как и у моего ребенка, например. То есть это какое-то клиповое мышление немного, я не могу фокусироваться долго на каких-то... Да, но это же, мне кажется, это проблема ведь не только в видеоиграх. Это же и киноиндустрия этим занимается. Это как у Пелевина, да, объект номер один, объект номер два. Это когда кинематограф, например, вообще, в принципе, все, реклама, YouTube, любая вообще, в принципе, ты выходишь на улицу, все устроено так, чтобы твое внимание бесконечно, каждые 15 секунд что-то отвлекало. И мне кажется, что... То есть, ну, не надо гемонизировать именно компьютерные игры в целом в этом вопросе, потому что, в принципе, мы живем во время, ну, какой-то бесконечной информации. Вот. И второй тезис, если я не ошибаюсь, по-моему, импульс был в русском космизме, сейчас он как бы развивается, речь идет о кибербессмертии, что мы рано или поздно логически, если мы пойдем по этому пути, все равно придем к тому, что мы загоним себя, ну, свое сознание в цифру, и тем самым сделаем себя бессмертными, да, то есть мы как бы останемся там. И если это единственное логическое развитие, ветка того, ну, нашего существования, то вполне возможно, основываясь на этом, оглядываясь как бы назад на сегодня, может быть, это уже не так и плохо, да, ну, не знаю, если смотреть с этой точки зрения. Но я вот в данном случае, наверное, подытожу так, что это не только проблема игр, но и времени в целом. Вот, наверное, так. Спасибо большое. Давайте скорее перейдем к третьему раунду. Сразу после ваших аплодисментов, надеюсь. Итак, наши эксперты высказались, защитили свои позиции. Я все время пытался встрять в разговор, хотя я должен это делать только сейчас, в третьем раунде. Слушайте, ну вот на мое поколение тоже пришлось, как мне кажется, вообще самое начало компьютерных игр в нашей стране, да и вообще в мире. Я начинал вот с «Спектрума», когда еще на аудиокассетах. Помните, это все было на магнитных. Потом, да, «Дензи», потом «Сега Мегадрайв», потом уже «Плейстешн» и компьютеры. Но, в общем, как-то ничего со мной плохого не случилось. Хотя я помню, что у меня были бессонные ночи, когда мне надо было допроходить уже Макса Пэйна или там дострелять всех в GTA Vice City. Я, прости господи, играя в агрессивные игры с убийствами, не брал в руки оружие и не шел ни в кого стрелять. Так вот, что я хочу сказать. Ну, это всего лишь часть индустрии развлечений, как упомянутые сериалы. Сериалы тоже люди смотрят вот так вот все 200 серий, вообще не вставая с дивана, только до холодильника дойти. Да, у меня соседка с ума сошла. И все. Почему тогда сериалы – это норм? Или там соцсети – это норм? Посмотрите на свое экранное время. Друзья, каждый раз, каждую неделю я поражаюсь. Браво, браво. Что? И ставлю себе в зачет, что на этой неделе меньше. А компьютерные игры – это какое-то зло. Почему? Одно из – то же самое. Я говорю о том, что есть зависимости. И они у всех у нас есть. Такие большие или маленькие. Но к компьютерным играм нужно серьезно относиться, потому что она перерастает. Во что? Рассказать во что? Да. У меня на первом этаже, у меня дом 60-го года. На первом мы заселились туда, не знаю, зимой, да. Так. Как только стали открывать окна, это началось, ну, началась весна. Я слышу откуда-то, ну, просто мужской голос, который с утра до вечера, и это, ну, например, понедельник, вторник, среда, да. И вот, и, нет, там даже прям, вы знаете, и там прям, вот это. Может, он футболский? Я думаю, ну, хорошо, день, два, три, четыре. Ну, эмоциональный человек. Началось лето, то есть еще шире, и этот человек, и он игра, и это ночь, это там три, четыре утра. И однажды я думаю, ну, ладно, раз я могу, то, значит, я пойду. И я постучалась к нему в дверь, говорю, слушайте, это невозможно, потому что невозможно спать, невозможно свой день контролировать. Из-за вас. Вы мне не мешаете. Может быть, вы там, не знаю, пьете. Может быть, вы там еще чем дурным занимаетесь. Но вот этот ор ваш, то есть человек, я его когда увидела... То есть кричал он от компьютерных своих эмоций, да? Да, но он играет сутками. Сутками. То есть понедельник, вторник, среда, он молчит, а там пятница, суббота, воскресенье, он играет сутками, даже ночью. Мне его жалко. Я его увидела один раз, я его больше видеть не хочу, потому что передо мной стояла вот эта зеленая амеба, и с красными глазами. Хорошо, а если бы он читал, я не знаю, Александр Дюма всего, и так бы реагировал на все хитросплетения и интриги, там, а, 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 вот это было бы то же самое. Да, Артаньян, врежь ему. Ну, а тут смысл в том, что человек себя ведет не очень адекватно, а не конкретно в компьютерных играх. То есть он мог также смотреть сериалы, футбол, слушать рок-музыку. Ну, футбол, ладно, я, допустим, я тоже люблю поболеть. Готовить, он опять все пережарил там, я не знаю. Это чертов блин. Ну, то есть тут, может быть, имеется в виду, что просто какая, вот какая, с лобными долями что-то не то у человека. Вот, с лобными долями у него вообще серьезные проблемы с серым веществом, потому что я считаю, что если человек даже не понимает, как к нему уже соседи приходят, он без остановки орет, потому что он настолько в этом азарте в своем, настолько он в этой игре, что он чокнутый. Он чокнутый. Хорошо, давайте, Денис, спросим. Денис, вы наверняка тоже понимаете, что в какой-то момент, ну, я уже как бы уже вот к четырем часам ночи, а завтра утренняя репетиция, я не знаю, были ли у вас такие моменты, наверняка были, когда человек азартно в это включается. Вот как вы для себя решили, что вас останавливает, как говорила Елена, от следующих бокалов вина, от следующих часов, проведенных за приставкой, за компьютером? Ну, я просто понимаю, что у меня бывает утренний класс, да, это обязательно, утренние репетиции, и, конечно же, если я себя буду ужасно чувствовать, то результата от этого не будет. Лично я так себя останавливаю, потому что я говорю, если я сейчас еще там, грубо говоря, часик просижу, то мне будет просто завтра... То есть вы понимаете, при этом возникновение этой зависимости? Я понимаю, да, но когда, допустим, я не знаю, отпуск, ну, хочется чуть-чуть поиграть, ну, почему, там лишние полчасика, нет, завтра же можно выспаться. То есть как-то все логично должно устроиться. Вот мужчину, который... Думаешь, если себе позволить? Да! Я не знаю, сейчас же... Это его, видимо, такой темперамент. Сейчас есть какие-то уровни в играх, да? Ну, просто вот я... Что ты прошел уровень, и ты уже думал, что ты уже не справишься, финальная попытка, и вдруг ты побеждаешь этого босса, и ааа, тут вообще следующий уровень открылся, ну как, я еще поиграю. Нет, я помню этот азарт, который тебя настигает, я просто все-таки не очень азартный человек, я понимаю эту природу. А вот если пофантазировать, можете представить, что вот вы превратили в человека с синяками под глазами, который не может отойти? Нет, мне кажется, может. Может, однажды вот просто срубят человека. Вот вас срубят, Денис? Ну, то есть иными словами. Поверьте мне, вы будете сидеть в гостинице, и у вас будет отпуск, и вам будет звонить Николай Цискоридзе, а вы скажете, я не могу, потому что я еще не прошел четвертый уровень. Ну, то есть мы понимаем природу этого в алкоголе, да? Это какая-то фантастика на самом деле, чтобы до того дошло, чтобы мне позвонили и сказали. И я даже там трубку не взял, грубо говоря, потому что у меня там какой-то уровень. Я вот, знаете, в защиту просто хочу сказать, просто когда у тебя всю жизнь, ну, когда ты занимаешься каким-то делом, у тебя дисциплина. И это у спортсменов, и когда у тебя дисциплина, у тебя даже нет в голове даже этой коробочки о том, что можно нарушить. Ну, то есть у тебя есть порядок. И вы, кстати, ответили сейчас на свой вопрос. А у того мужчины, у него нет никакой дисциплины, у него нет ничего, видимо, в жизни, как вот компьютерные игры. Поэтому ему надо сходить к психологу, мне кажется. Ему вообще надо выселиться из нашего дома. Ну, давайте мы совсем не затронули тему киберспорта. Киберспорт — это огромная индустрия, огромные призовые, огромные деньги для молодых людей. Ну, и для старых тоже огромные деньги. Вот где надо вешать красный крест. То есть это социальный лифт, это возможность этим молодым людям, ну, я тоже читал исследования, во-первых, это улучшает реакцию, во-вторых... Ну, какую реакцию? Вот в этом? А этот... Реакция пальцев — это все равно реакция... А эскалатор он может везти? Он не может эскалаторить. А ему не надо везти эскалатором. А копать он бабушке огород может? Он потом может становиться айтишником великим. А бабушкин огород? Конструктором, архитектором. Ну... Не может! Своими этими двумя пальцами не может его. Он закажет одним пальцем в приложение, ему привезут то, что ему нужно. Ну, это опять-таки история, которая привлекает зрителей, привлекает участников со всей планеты. То есть я не знаю, сколько сейчас киберспортсменов на планете, ну, и сотни тысяч, вероятно. И каждый мечтает о том, чтобы стать чемпионом. Ну, разве это плохо? И сегодня молодые мамы уже, может быть, хотят, чтобы были киберспортсмены. Вот я не знаю, был бы такой вопрос, спросить у молодых мам, мечтали бы они о зяте, киберспортсмене? Зяте? Вот я бы вообще никак не мечтала бы о киберспортсмене, потому что борщ он мне так и не сварит. Зато может принести... А вообще теперь у нас зять должен борщ варить. Зато может принести 250 тысяч долларов в дом. Да там, да. И хоть обворись. Да, большие. Команду получают. Заказал опять же тебе вам этого борщей, знаете, сколько? Хоть заказал же Мишленовского повара себе борща. Да, может быть, это даже лучше, потому что мало ли какого, может, он вообще готовить не может. Хотя мужчины, говорят, лучше женщин готовить. Ну, да, ну, сексизм тут, ну. Ну, как бы говорят. Это вы говорили, чтобы взять вам борщ варить. Хорошо. Ну, вот история, которая, да, вот с этими двумя пальцами, она действительно есть, но это же часть эволюции, она неизбежна. И запрещая... Я понимаю, что можно как-то регулировать, и да, согласен, что в каждой семье должно происходить. И я, как папа двух, тоже буду это делать. У моих пока игр нет, ну, там в телефоне какие-то маленькие и ненадолго. Но эволюция происходит. Это абсолютный прогресс. И, наверное, при нашей жизни еще мы застанем полное замещение всего. Опять-таки, сейчас безоценочно, хорошо или плохо, некой виртуальной реальности. Это есть уже сейчас, и это будет просто стремительно развиваться. То, что мы будем надевать VR-очки, как бы это будет тогда называться, маску, костюм. А эти фантастические фильмы смотрели, когда мужчина знакомится с системой и влюбляется в систему? Да, да, да. Но это все почему-то вот идет в искусстве, отрабатывается как антиутопия. Почему это не может быть благом для человека? Мы изменяемся, мы, да, так себя сильно не расходуем, так много энергии и калорий не тратим, но получаем такое же количество а, знаний, б, эмоций, там от искусства и от развлечений, информация, все та же, в той же компьютерной игре. Почему мы... Это является возможностью для меня что-то открыть. 12-летний школьник еще не проходил Сталинградскую битву, но здесь он уже играет и знает, как там все происходило. То есть он в Волгоград съездит, сходит в музей и узнает. Потом съедет, захочет, после игры захочет поехать в музей, захочет посмотреть. Я вот, кстати, возвращаюсь к этому... Так почему это плохо, вот эта ступень прогресса, эта ступень эволюции? Вот, я возвращаюсь к этому фильму, потому что, хорошо, допустим, пусть это будет не утопия, пусть это будет реальная история, когда люди действительно будут влюбляться в компьютерную систему, там, ну, как мы там, Моника назовем ее, да? Или там мужское какое-то имя. И вот в тот момент, когда герой влюбляется в нее, и он понимает уже, что влюбился по уши, он что делает? Вернее, она ему предлагает. Она хочет с ним близости, но этой близости невозможно. И она тогда просит девушку по древнейшей профессии, чтобы она пришла, они надевают там кучу... Мы обсуждаем. Нет, кучу датчиков, наушники, чтобы это симулировать, вот это отношение между ними. Вот это все так и будет. Елена, это так и будет. Я абсолютно уверен в этом. А нафига козе баян? Ну, вот так. А кто-то будет собираться в клубы лампового старого доброго секса. Понимаете? Ой, простите, не я. И так далее. Но просто если это происходит, если такая тенденция есть, разве это плохо? Но мир развивается, но вот таким образом такая вещь. Да, он развивается, но минусов больше, чем плюсов. Почему? Да потому что он не может встретиться с девушкой, в которую он влюбился, потому что она не существует. Ну и что, он проплакал всю ночь в этом фильме, и я с ним. Ну, куча одиноких людей. Говоря о балетных постановках, сколько мечает Большой театр, можно посмотреть трансляцию в кинотеатре, можно посмотреть трансляцию у себя дома. А можно посмотреть трансляцию в VR-шлеме уже 360 градусов, можно пойти пешком и на сцене, посмотреть буквально, как там тянется. А Денис старался, готовился. Такая работа Дениса никак не нивелирует. Мы смотрим, как танцует он, а не его голограмма. Понимаете, я-то один раз, мне-то даже проще, я один раз оттанцевал, а люди потом это все смотрят. Все, я поняла. В общем, люди стали лентяями и ничего не хотят делать больше, чем они уже сделали. Я вам открою секрет, люди всегда были лентяями, просто когда-то им приходилось это делать, а сейчас не приходится. Ну, например, охотиться. И они называют это прогрессом. А разве нет? А потом, у нас страна большая, не все могут попасть в Большой театр. И, допустим, где-нибудь в Хабаровске или Петропавловске, Крамчатске, когда люди еще приедут в Москву, они могут посмотреть. Да я через дом живу и то не могу попасть. Вот, видите, центровая девушка у нас. А так, немножко понтов. Давайте вернемся к болезни. Вот если ВОЗ признает это болезнью, то, соответственно, каким-то образом полис ОМС должен учитывать то, что, не дай бог, кто-то из наших родных, соответственно, компьютерная игромания не страдает, и его нужно лечить. Как государство вообще наладить? Как это диагностировать? Да. Ну вот в случае вашего соседа, видимо, легко. Никак. Я просто представляю себе на всякий... Ну вот прям на секунду. Я прихожу к врачу и говорю, вы знаете, доктор, мне кажется, конечно, что у меня игровая зависимость. Так. Да, вот его... Вы понимаете, какая реакция у доктора будет? Вот как доктор... Сейчас я понимаю, доктор скажет, а может быть нет? Может быть вы освободите место для... Ваши 12 минут, уходите. Следующий. Действительно, человеку, которому нужна помощь. На самом деле, я не знаю, у меня даже нет никаких... Я не знаю даже, как доктор отреагирует. Но вы вот очень много говорили о том, что это зависимость. Но мы понимаем, что она есть, действительно. Но как человеку помочь? Даже хорошо, в рамках частных клиник. Вот вы затронули тему рехабов. Да. Ну, я думаю, что в этой ситуации выход точно такой же, как с теми людьми, кто зависим от казино. Ну, есть же казино или автоматы. Я думаю, что какие-нибудь клинические психологи, наверное, занимаются и могут помочь. Хорошо. Я не знаю, мы сейчас, по-моему, куда-то уже в крайности там уходим. Зависимость. Зависимость может, опять же, быть от всего. От балета даже может быть ненормальная зависимость. Да, есть же клака, который... Это я даже... Это да. Но я пример приведу даже балерины некоторые зависимые настолько от балета, что они настолько хотят быть легкими, похудеть, что ничего не едят. А, ну понятно. Это ненормально. Понимаете, это уже зависимость. Это зависимость от анорексии, это там булемия. Вот, анорексия, да. Это тоже зависимость. Это тоже зависимость. Да, значит, ты игроманя. Просто очень сложно признаться себе, что я игроман. Очень сложно признаться себе, что я не толстая. Правда же? Не знаю, я просто рассуждаю со своей позиции. Рассуждаю со своей позиции как-то, вот как я отношусь к играм. Так, за всех я отвечать, конечно же, не могу, просто вот это моя позиция, что это должно быть как один из таких спектров, как хобби. Все. А вот как быть с теми самыми несовершеннолетними донатерами, которые только и делают, что пока не видит папа, как с его карточки списываются деньги на прокачку танка или героя, покупку новых и новых скинов для персонажа. Вот что с этим делать? Ну, вот тут должны родители следить пристально за ребенком. Потому что детский мозг настолько еще не окрепший, что, конечно же, он будет скажем, не зная меры, если ему это нравится, вбирать, вбирать, себя оббирать. Тут, я уже сказал, по-моему, в прошлом раунде дело родителей. И мы с этим, безусловно, согласились. Елена, ну, последний, наверное, вопрос. По поводу запрета государства. Ну, как это реально сделать? То есть все по паспорту продавать? С разрешением от родителей? Ну, как алкоголь? Ну, оружие продают по паспорту. Оружие продают. Есть строгая отчетность. Там, ты не можешь, там, ну, не знаю, ты не можешь без каких-то бумаг это сделать. То есть вы натурально за то, чтобы так же было с компьютерными играми? Конечно, конечно. И ты, чтобы получить права, ты должен пройти нарколога и кого там еще, психиатра. То же самое с компьютерными играми. Почему нет? Ну, как лучше с алкоголем, да? Привести пример, что алкоголь там до 18, да? Да. У нас до 18, в Америке до 21. Да, 21, да. Я думаю, что есть такие рычаги. И я думаю, что наша Государственная Дума очень сможет это воплотить в жизнь, если кому-то вообще это придет в голову. Вы были бы рады. В голову, да. В решение событий. И потом батя говорит сыну, лучше ты это сделаешь со мной, чем где-то во дворе, и включает, может, комбат 11. Спасибо большое. Ну, пришло время услышать Артема по результатам трех раундов. Изменилось ли как-то ваше мнение? Кто был ярче? Ну, и все-таки с какой позиции вы отсюда уйдете? Ну, мнение, скажем так, не то, чтобы изменилось, но я понял, что этот вопрос лежит намного глубже, чем конкретно тема компьютерных игр. Мне кажется, что тут нужно, в первую очередь, мне кажется, разбираться в природе человека, потому что вот даже про примеры, которые вы говорили, например, там, отец Паскаля в детстве запрещал ему заниматься математикой, потому что ему казалось, что математика развлекает мозг, да? И то есть со временем, ну, это все меняется, потом действительно книжные черви и прочее, прочее. Вот. То, что касается жестокости, у нас всегда была тяга к жестокости, начиная там, я не знаю, от Эсхила, Софокла, Шекспира, там вообще пачками просто люди мрут. То есть у нас есть какая-то вшитая в нас потребность подмены эмоциональной, и мы ее просто развиваем, используем, и действительно там вот с самого начала вспомнили там Кодзиму, например, да? Это ведь произведение искусства, по большому счету. То есть ты понимаешь, что игры ушли уже давно за пределы там восьмибитных приставок, там всего, они... Но при этом они, ну, я не знаю, может быть, ну, это мое ощущение, да? Они не подменяют с собой реальность. Они... Мы еще не пришли, мне кажется, вообще в принципе далеко до того, когда произойдет там, как в фильме первому игроку приготовиться, да? Когда это в принципе где-то там зарабатываешь деньги уже в этой структуре или там, я не знаю, игра Эндера, да? Когда это в принципе реальная война через детей, которые играют в компьютерные игры. Вот. Но в целом мне... Я ничего нового, мне кажется, не скажу. Ну, понятно, что все дело в гармонии, все дело в балансе. И до 18 лет, наверное, действительно родителям стоит обратить на это внимание чуть больше. А после 18 просто, ну, человек должен сам понимать, что у него есть какая-то, ну, какая-то структура, да, за которую ему лучше не выходить. Это касается не только игр. Поэтому мне кажется, что это все довольно индивидуально. И я бы не назвал компьютерные игры абсолютным злом. И я, наверное, согласен с вашей позицией, что эволюция – это круто, и просто нужно, ну, ее достойно пройти. Вот, наверное, так. Ну, вот мы услышали явно человека, который больше читает, чем играет в компьютерные игры. Мудрый мудрый. Равно, как и все наши гости. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы завершаем. Делу время, а потехе час. А чем в вашей жизни будут видеоигры, делом или потехой, решать только вам. И помните, никто не вправе навязывать вам свое мнение. Это была точка принятия. До встречи. Пойду танк куплю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова